Идёт запотевание по задней стенке этой крышки. Её тут побило, как следует пожевало. Вот он расположен, на пуске. Назад сам он уже не зайдёт. Машина прям вот кричала, пожалуйста. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск будни сервиса, где я хочу вам рассказать немного про цепь. К нам приехала машина. Притащили, это важно. Nissan X-Trail с двухлитровым цепным мотором. Вы знаете, что на некоторых хреново у нас устанавливается точно такой же мотор. Поэтому, собственно, мы его и взяли в ремонт. Машина не запускалась. И после замера компрессии показалось, что компрессии ни в одном цилиндре нет. После того, как замерили компрессию, начали прикручивать коленвал вручную. Естественно, он вращался у нас легко. И приняли решение вскрывать крышку цепи. Переднюю крышку. Итак, я вот сейчас покажу крышку. Потом расскажу, зачем я её показывал, собственно. Есть такая, я стал замечать, что на пробегах ближе к 30-40 тысячам идёт запотевание по задней стенке этой крышки. Вот задняя стенка. Больше на Renault замечаем, так как мы ими занимаемся. Вот. Если вы такое у себя замечаете, то крышку не лишним будет переклеить. Заодно проверит натяжение цепи саму цепь. Переклеивать крышку, естественно, нужно со специальной химией. Без химии, к сожалению, никуда. Это всё нужно... Старый герметик нужно полностью удалять. Можно использовать очиститель тормозов, можно использовать удалитель герметика. Друзья мои, я не зря уделяю так много времени химии. Во-первых, конечно, реклама. Во-вторых, нет, серьёзно. В машине нужно постоянно и регулярно что-то очищать и смазать. И вот деньги, затраченные на эту химию, они однозначно отобьются в виде экономии в будущем на смазанные очищенные элементы. Это факт. Поэтому я об этом постоянно говорю. А те комментарии, кто пишут, соляры отмыл и нормально, или вообще не отмыл. Ну, это неправильно. Это бред. Машина у нас эксплуатируется в тяжёлых условиях и часто нужно всё... Ну, как вот эту крышку не отмыть? Как наносить герметик? Она однозначно сразу потечёт. Поэтому, если вы снимаете у себя крышку, будьте добры её отмыть как следует. Убрать все остатки старого герметика. И только после этого можно использовать. Мы, кстати, сейчас юзаем также герметика Xeon. У него дозиметр такой удобный, прикольный. Так, вернёмся к крышке. Сейчас вот вы видите вот такие жёсткие задиры на самой крышке, которые явно нанесла сама непосредственно цепь. А теперь хочу рассказать, что говорил клиент перед тем, как у него машина заглохла. Во-первых, он где-то, наверное, полгода, по пробегу не скажу, где-то полгода ездил с очень таким жёстким стуком, звоном в моторе. То есть у него была растянута цепь изношена. И в него она стучала, соответственно, он забивал на это дело. И вот последствия. Вот последствия. Я думаю, что вы поняли, что цепь у нас порвалась. Сейчас я покажу, в каком месте она порвалась, и потом расскажу, какие последствия были. У нас уже всё разобрано. Я просто хотел вам показать. Для этого мы проследуем под переднюю правую арку и взглянем, что тут у нас творится. Вот у нас цепь ГРМ. Вот вы видите, что её тут побило, как следует пожевало, и в итоге она порвалась. Вот место обрыва на коленвалу. Коленвал у нас вращается, распредвалы у нас вращаются. То есть всему виной. О, кстати, успокоитель что-то. Успокоитель, по-моему, ещё отвалился. Ну да. Цепь его стукнула очень сильно. Сейчас я сниму цепь, чтобы более детально рассмотреть. Его тут вот выгнуло. Кстати, пострадала цепь масляного насоса ещё, привода. Да, я вон тоже пожевал. Её тоже обязательно будем менять. Притяжитель, вы видите, полностью выдвинулся. Но это связано с тем, что цепь, конечно, порвалась. Вот. И, в принципе, сейчас не видно будет диапазон его работы, какой был в последнее время. Непонятно. Тут везде, вроде, так чистенько. Не очень понятно. Но вот такие вот кадры. Вот. Клупана, естественно, загнуло. На этом моторе Клупанагоне вот обязательное условие для современных моторов. Кстати, вот с цепью достаточно редкие кадры, в принципе. То есть, к нам не часто цепные моторы рваные, с рваными цепями привозят. Вот, смотрите. И блок пострадал. Алюминиевый, кстати. Вот. Его подточило. То есть, у нас стружка в поддоне, в масляном насосе по-любому попадала. То есть, это мы все тоже будем скрывать. И у нас за машиной, кстати, следят так себе. Вот послушайте помпу. Помпа шумит. Подшипник компрессора просто жуть как шумит. Возможно, конечно, компрессор и помп за стуком цепи, за грохотом, за этим не было слышно. Но, тем не менее, это шумит, это надо устранять. Вот по этой стороне основные течи, кстати. Обращайте на них внимание. Если видите такие серьезные подтеки, то надо это все дело вовремя устранять. Заодно проверять, как у вас натяжитель будет. Насколько он у вас вылез. Он у нас тут, по-моему, да, как по трещотке работает. То есть, он вылазит и обратно не заходит. Обратно, чтобы его зафиксировать, нужно специальный стопор сжать. Кстати, этот мотор у нас также оборудован фазорегулятором. Вот он у нас расположен на впуске. Так же, как, в принципе, на K4M моторе, на F4R. Сначала можно взглянуть на успокоитель. Как его подточило хорошо. Давно точило. Ладно. А вот у нас непосредственно сама цепь. Вот зубья. Я думаю, кадры говорят сами за себя. Весьма такая достаточно мощная цепь. Не выдержала. И ее просто-напросто в самом слабом месте, на коленвалу, где пошла нагрузка, ее просто разорвало. Поэтому цепи тоже рвутся. Клупана на цепных моторах тоже гнутся. Ну, да, еще пару слов хотел сказать о натяжителе цепи. Вот эти шлицы у нас устроены как бы елочкой. То есть, если у нас натяжной натяжитель выдвинулся на определенное расстояние, назад сам он уже не зайдет. Это я повторюсь. И несмотря на то, что тут есть еще, помимо всего прочего, еще и пружинка. То есть, его постоянно поддавливает к цепи. То есть, натяжение, в принципе, сам устройство натяжного механизма достаточно надежное. Но все равно водитель сумел, сумел убить цепь. Да пипец, она вся вон съеденная. Все зубцы у нее прям на километр, наверное, вытянулась. Так что вот так вот, друзья. Цепи у нас тоже рвутся. Клупана на этих моторах тоже гнутся. Но, но, есть одно большое но. Предпосылов, предпосылов перед тем, как порвалась цепь, ну куча было. Машина прям вот кричала, пожалуйста, поменяй мне цепь. И вот каждый раз, каждый холодный запуск, там вообще ужас какой звук стоял. Пробег, кстати, на этой машине всего 138 тысяч. Вот. Поэтому, если вы слышите какие-то посторонние шумы в районе цепи, не затягивайте с этим делом. Можно попасть также на ремонт головки. То есть, это более дорогостоящим. И это более дорогостоящая операция. И по деталям, и по работе. И вы все равно будете ставить новую цепь. Что самое интересное. Поэтому, вот такие вот дела. Вот такой вот Nissan нам попался. Интересный. Просто хотел с вами поделиться. Друзья, в принципе, вот основной мысль, которую я хотел донести, я донес. То, что цепи тоже рвутся. За всем нужно следить. Обязательно не только в серию заезжать, а еще и сами слушать свои моторы. Вы больше можете рассказать, чем мы про них. К сожалению, мы не сможем отснять материал по ремонту этой головки. Потому что у нас, к сожалению, сейчас тропически не хватает времени. Поэтому ремонтных роликов не так много в последнее время выходит. Вы уж нас извините. Мы искренне извиняемся. Но так у нас вышло. По крайней мере, сейчас выходит. Но в будущем обязательно это исправим. Будет еще много ремонтных роликов. Обязательно. А вы пока подписывайтесь на канал. Ролики же будут. Ставьте лайк обязательно. Пишите в комменты, у кого сколько цепь прошла. Сколько пробег. И меняли вы ее или нет. Это очень важно. Все, кто ездит на цепных моторках. Валим комменты. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова